Можно я сразу задам вопрос? Как обыватель, как совершенно обычный человек. Вот сейчас очень много различных там способов очистки воды, да? Да. Я читаю там в интернете, я вижу это там у друзей, у знакомых где-то в компаниях. Они говорят, вот эта вот вода самая чистая. Но вкладывают в это, наверное, иной смысл, не тот, который вкладываете вы. Да, вот мы всегда говорим, что чистая вода – это еще не значит полезная. Чистая вода иногда гораздо вреднее, чем даже грязная вода, биологически, допустим, в какой-то, так сказать, водоем, где там много всяких живностей. Растений, лягушек, да. Водорослей и так далее. И тогда она лучше гораздо, чем вот эта фильтрованная чистая вода, близко к дистилляту, к химическому дистиллированной воде. Бывают эксперименты, проводят химики на чистой, очищенной воде, чтобы не мешали другие элементы. И вот это как раз ошибка и медиков, санитарных наших медиков, и биологов, которые занимаются с водой, связанных гидробиологов, что вода чистая, мол, вот ее надо подавать потребителю. Не чистую воду, а биологически ценную воду надо подавать. А что такое биологически ценная вода? Это вода, которая насыщена гидроплазмой. И которая, эта гидроплазма еще должна иметь структуру. Она не просто такая однородная, она должна иметь особенную структуру. То есть, она должна быть неравновесна, насыщена, свободной энергией. Тогда эта вода дает энергию. Тогда эта вода создает, так сказать, мембранную такую оболочку полноценную. То есть, у нас огромное количество этих оболочек мембранных. Я как-то говорю, что до 100 тысяч километров у нас длина всех мембранных. Если нас вытянуть в одну ниточку, 40 этих микрон толщиной, допустим. То есть, это факт, от этого никуда не деться. И что проницаемость у нас нарушена. Из-за этого у нас аллергические болезни появились в массовом количестве. Все удивляются, откуда. Раньше была сильная лихорадка, только на сене, иногда бывали на сенокосе, там чихали люди, там отек квинков был, у души и так далее. Но побудут летом на сенокосе, там пыль же это, и аллергия. А сейчас сбор же рядом. Конечно, сбор же рядом, у вас нарушена вся мембранная водная структура. Вы пьете очень плохую воду с очень низким содержанием энергии. То есть, хаотически садится вода на мембранную структуру, строится очень некачественная стенка. Через неё идёт всё, что попало. Появляются аутоиммунные антитела, которые реагируют тоже на что попало, только ни на бактерии, ни на вирусы, ни на что. Чего-нибудь попадёт, пыль, значит, они начинают шум поднимать. И начинается отёчное явление воспаления, то воспаление, которое нормально должно происходить при проникновении ядов или вирусов, бактерий. Это происходит от обычной иногда пыли такой. Не говоря уже о изотопной пыли и так далее. Можно я вас прерву? Да. А я хочу спросить, значит ли это, что даже вот вода, например, которую я могу собрать в собственную бутылку где-нибудь в районе ледников горных, высоко, что она тоже небезопасна? Ну, нет, это факт, потому что сейчас на ледниках накопилось огромное количество всякой пыли, это раз, потому что запылённый воздух. Ну, к примеру, вот взять, горят сибирские леса, там 150 тысяч га горит, бурят, ягутин, миллион га. Это всё идёт куда? В статусферу, всё идёт вокруг земного шара, потом осаждается на тех же Гималаях, Тибете, у бедных тибетских монахов, которые, так сказать, ценят тоже воду, оружие и так далее. И потом это попадает через потоки воды к нам, допустим, Алматы. Сравнить Алматинскую воду 1958-1955 года или сейчас, несомненно, потому что вода испорчена чем? Вот то, что вы говорили. То есть она испорчена прежде всего вот этой пылью. Не только леса, это Чернобыль взорвался бы вокруг земного шара, нескоро-поясал. Это различные, так сказать, испарения, потоки ветра от атомных станций, потому что реактор охолождается водой, к сожалению, и навязывает реактор памяти этой воды, патогенную память. Это все ядерщики отрицают, они боятся даже этого. Они говорят, нет, не может этого быть. У нас экранировка, только экранировка, это экранировка. А темная материя, о которой мы только что говорили, вот, пример, солнечные пятки показывают, что никакие экраны не действуют. При распаде тоже возникает распад темной материи, который проникает сквозь атомные реакции, экранировки на атомных реакторах и попадает на воду охолождение. А куда вода идет? В озера, в рейки потом. То есть, получается, локальных техногенных катастроф не бывает, они все, получается, глобальные. Глобальные, да. Даже вот от лесов, мы сказали, до атомных станций. Я уже не говорю об атомных испытаниях, обзрывов, бомб, индийцы. Я был на индийских испытаниях, они меня вызывали тогда, вот, не так давно было, лет 15 назад, специально вызывали, мерили там всякие, что с водой происходит. Бодородную бомбу взорвали, атомные взрывы, у них сразу вода изменила, вся память вокруг, они перепугались тогда все. Я им доложил, это закрытые были данные. Я говорю, что вы делаете, у вас там миллиард населения, что вы там делать будете вообще с этим больным миллиардом? Они будут жить, но они будут как жить, качество жизни упадется. Потому, что вспышка многих заболеваний будет, начиная от этого спина и кончая всякими аллергиями и так далее. Везде же это иммунитет, везде это тонкие структуры. А психика, почему называется журнал «Психоэнергетический систем», потому что тонкая структура психики, это связано тоже с водой. 85% мозг из воды состоит, из тончайших структур вот этих гидроплазмы. Нарушили эти структуры, и мы психами стали, то есть попали. Мы маньяками стали, мы стали педофилами. Телевидение сейчас показывает всякие образованных людей, потрошители всякие и так далее. Это все психика. Когда психика работает вроде, человек более-менее нормальный, логически даже подкованный, но совершает какие-то невероятные действия.